Лида, привет. Привет. Рада тебя видеть этим чудесным утром для наших зрителей уже вечером. Как всегда, начинаем с приветствия. Расскажи про себя. Расскажи, кто ты? Расскажи, чем занимаешься? Я практически организационный психолог. На данный момент я работаю HR-бизнес-партнером. Это то, где я себя нашла. И плюс параллельно психологическое консультирование, как у нас описано в методах эмоциональной и рациональной терапии и арт-терапии. Здорово. Сегодня мы будем говорить про ресурсный менеджмент. И для меня это первая тема, на которую у меня вообще не готова заранее ни одного вопроса, потому что это реально очень новая для меня история. Что это вообще такое? Давай вот в общих чертах вводную для таких совсем чайников, как я, которые тоже психологи, но не сталкивались с этой темой, и поэтому даже не знают, о чем спросить. На самом деле, я задумывалась о том, как рассказать что-то такое, потому что информации много, и компаний всяких-всяких много, и, в принципе, HR, кем я являюсь, они абсолютно разные. И существует такое мнение, что HR-это кадровик, и в некоторых компаниях это так и есть, к сожалению. Ну, типа, сохранился где-то какой-то советский подход, что HR-это там занимается оформлением сотрудников, поисков сотрудников, и такое, так, сори. Нет, соваками. И такое тоже, собственно, как бы есть, имеет место быть. Более современный уровень, да, HR-это, по сути, организационный психолог. Он не тестирует там людей и все такое, но он помогает им найти общий язык в команде, помогает мотивировать людей. Вот это, наверное, самое главное. Поэтому, в принципе, да, HR-это человек, который занимается мотивацией сотрудников, их поддержкой, развитием команд, помогает им, возможно, подобрать какие-то материалы и ресурсы для того, чтобы они не развивались в техническую, либо же в софт-скенную, как говорится, сторону. Вот, какие-то такие вещи. Вот, по сути, это такой очень современный, да, психолог. К сожалению, во всех организациях их нет, поэтому на данный момент я работаю в IT-сфере, я себя там нашла, потому что это то, что у нас развивается максимально быстро по сравнению с другими сферами, вот. И люди обычно, которые туда приходят, они наиболее мотивированы развиваться, и вот что самое классное. То есть изначально у них есть хотя бы это желание. Поэтому в IT-сфере у нас это сейчас процветает, собственно. Как всегда в этот момент возникает то ли фантазия, то ли может быть какая-то вещь, которая имеет отношение к реальности, что это прежде всего распространено среди айтишников, потому что это одно из немногих направлений, которое может себе позволить иметь полноценное обеспечение труда, в том числе психологическое сопровождение этого труда. Ты говоришь, что ты нашла себя в этой сфере. Что тебе мне нравится? Вот почему это какая-то действительно привлекательная стоящая вещь, которая тебя заинтересовала, и вот ты прям захотелось с народом об этом поговорить? Ну, во-первых, очень прикольно распределить для себя и понять мотивацию людей, почему они туда приходят. Потому что до этого я частично работала рекрутером, и я собеседовала очень много людей. То есть там за год с плюсом я очень много людей пересобеседовала на вы, собственно, IT-компанию, и все приходят с разной мотивацией. Очень часто, как говорится, я же в айтишники, которые вот прям хотят войти-войти и получить как можно больше денег. Вот, и это очень распространенно так и есть. Но это не все, далеко не все. То есть очень часто все-таки люди приходят, которые вот хотят найти себя в этой сфере, хотят понять, чем им интересно заниматься. Они не хотят там какого-то физического труда. То есть это такое современное поколение людей, которые хотят работать умом. Причем для меня на самом деле я не технарь прям как таковой. Я где-то посерединке между техническими и гуманитарными сферами жизни, скажем так. И мне интересно тоже... Вечеринки вообще, по-моему, это как раз и есть самое то. Да, но мне интересно реально вникать, то есть и в техническую часть, но при этом как бы работаю я не совсем все-таки в технической части. Вот. И поэтому, собственно, когда тебя окружают вот такие вот люди, умные люди, и с ними действительно интересно, потому что их интересно изучать как людей именно, то есть не для научных каких-то там своих записей, а больше вот для себя, ты очень много от них берешь. Потому что практически каждый из них вот на самом деле разный. Я не видела таких людей, еще не встречала, у которых есть какая-то старая закалка того, что типа все должно быть как на производстве, да, там я сижу и все такое там за мной следит. И произвожу. Да, 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 да. Ну, то есть, ну, как бы я работала в похожей немножечко компании, к сожалению, но есть где-то сохранились эти вещи, но все равно люди, которые именно технические, да, специалисты тебя окружают, с которыми ты в большей мере работаешь, они другие совсем, вот. И очень круто это изучить, потому что на самом деле вот литература только последние годы даже появляется о них, и она вся практически похожа. То есть ты читаешь несколько там каких-то книжек, они обычно бизнес-психологические, типа 50 на 50, и они об одном и том же. Да, оно сходится с реальностью, скажи, это же неинтересно, когда ты прочитаешь 50 одинаковых книжек, там, ну, типа ты такой сидишь, думаешь, ну, классно. Вот, и ты идешь, получаешь, собственно, какой-то свой опыт, свои знания, и как-то уже ассимилировать это все в реальную жизнь и в свою практику. Угу, тоже очень интересно про такую скудость литературного сопровождения, да, всего этого процесса. У меня еще родилось несколько вопросов, но коль скоро мы уже про книги заговорили, вот ты говоришь, что они все одинаковые, да, там более-менее одно описывают. Как, по-твоему, какой книги не хватает? Вот если бы ты писала про ресурсный менеджмент? Я пропала. О, есть. Вроде бы возродилось, возрождение связи. Если бы ты писала про ресурсный менеджмент, о чем бы ты написала книгу? Я бы написала, каким мне стоит быть HR. Ну, на самом деле, все делают ошибки, я тоже их делала, и порой делаю наверняка, и я, в принципе, очень-очень внимательно к этому отношусь, и стараюсь это себе где-то там по меточке делать, что, типа, если ты будешь заниматься менторством, то, как бы, первое, что нужно не делать, это вот это. Вот, ну, я уже занималась менторством, на самом деле, поэтому, как бы, тоже есть какой-то опыт, и в этом тоже есть наверняка ошибки, поэтому... Я задумывалась, кстати, о том, что я стараюсь как-то делать все так, чтобы из этого можно было сформулировать какую-то красивую историю, где будут реально поучительные факты, то есть не просто, там, какие-то абстрактные слова и фразы, философия у HR, потому что такого, на самом деле, дофига. Вот, а какие-то практические навыки, которые тебе понадобятся, особенно, когда ты становишься только таким специалистом, ну, это то, чего не хватает, потому что инструкции, типа, как стать хорошим HR, их нет, их сложно написать, пока ты не споткнешься, да, в какие-то камни, которые ты будешь встречать, а ты их будешь встречать. Ну, и хотя бы инструкцию о том, что лучше точно не делать, да, и почему, и практически какие-то кейсы, почему, собственно, это не нужно делать, и вот это бы хотелось бы. Я бы хотела бы такое самое почитать, честно говоря, на будущее. Слушай, я тебе желаю прям успеха и вдохновения в написании этой книги, потому что, честно, прям аж я уже вдохновилась. Ты меня мотивировала. Знаешь, чтобы эта книга была прям, да, я ее даже вижу, вот то, что я бы хотела получить как читатель, там, первый кусок, если бы я была специалистом в этой сеть, там, первый кусок ошибки, которые не надо совершать, второй кусок ошибки, которые ты один фиг совершишь, и, скорее всего, уже сделал. Давай проанализируем, как это про тебя, и что можно сделать с этим на будущем. Супер, блин, звучит очень круто. Такой вопрос. Нас смотрят, скорее всего, не HR-ы, не руководители, то есть не те люди, которые будут непосредственно сами знания применять по прямому назначению в производственной сфере. Как, по-твоему, чем знание про ресурсный менеджмент может быть полезно для широкого круга зрителей и слушателей, потому что вот когда слышишь вообще словосочетание ресурсный менеджмент, сразу представляется что-то хорошее про управление не кнутом и даже не пряником, которым тоже бьют, а вот какими-нибудь плюшками на основании выявления мотивации, на основании там правильного какого-то направления, и сразу напрашивается мысль о том, нельзя ли это как-то для себя в жизни применять. Конечно, прежде всего управляем мы собой, а потом уже всем остальным. Вот чем это может быть полезно для широкого круга? В любом случае это полезно в первую очередь для того, чтобы понимать, что тебя мотивирует. Как вот ты приходишь к тому, что ты работаешь, да, и ты не сидишь такой, ну, чтобы ты не работал, типа, ой, когда там этот рабочий день закончился, я отработал целую минуту, или я отработал. А ведь это часто так, и я тоже сталкивалась с таким, вот что самое ужасное, ну, то есть я поняла для себя, что это отвратительно, если ты ходишь на работу и понимаешь, что ты ее просто там либо ненавидишь, да, либо тебя что-то в ней угнетает настолько, что ты вот не хочешь, ты там, не знаю, то больничные берешь подряд, то еще что-то происходит. Ну, это не лук в любом случае. То есть, в принципе, там понимание ресурсного менеджмента, что за что отвечает, какие есть рычаги, там, чтобы руководить собой в первую очередь, они очень важны, чтобы ты реально работал на любимой работе либо хотя бы на такой, которая тебе нравится. Я, как бы, как обычный человек, разделяю понятие любимой работы и работы, которая приносит деньги, например, это тоже, как бы, разные вещи. Я понимаю, что далеко не у всех есть возможность соединять их, да, в одно какое-то понятие. Те, у кого есть эта возможность, это очень круто. Те, у кого нету, я думаю, что ресурсный менеджмент тут вот должен помочь найти вот эти вот маленькие какие-то ресурсы, источники условного вдохновения и мотивации в этой работе, которые действительно будут прям мотивировать тебя, чтобы ты оставался, чтобы ты все-таки вкладывался, потому что, ну, очень часто ты работаешь там на твоей, то есть ты сделал какой-то там уровень задач, вот. А по сути, мотивированный сотрудник, что для себя, что там для менеджмента будет человек, который будет делать, ну, список, естественно, задач, которые там подвлекают его обязанностям, и плюс еще задачи какие-то, возможно, сверху, там, про активность. То есть мы не говорим про то, что он будет брать все подряд делать, но какая-то про активность будет. И будет заметно, что... Про активность — это то же самое, что шило в ягодичной мышце, если я тебя правильно понимаю. Да, это 100%, 200, я бы сказала. Вот, поэтому, в принципе, ресурсный менеджмент — это и про понимание себя, потому что, ну, я когда заинтересовалась, в принципе, этим направлением, я еще училась в университете, и, ну, я думала о том, кем я буду там, когда вырасту, как говорится, да, и я понимала, что стать психологом там в школе либо в садике как бы нет, потому что я уже... У меня есть опыт работы с детьми, года три так точно, и что-то как-то вот... Я понимаю, что... Не то, да. Ну, то есть я люблю детей, безусловно, но я понимаю, что я бы все-таки работала со взрослыми и с чем-то какими-то высокими материями и все такое. Вот, поэтому... Ну, как бы тебе надо саму себя смотировать, да, и найти вот этот ресурс для того, чтобы начать. И это самое сложное — начать было. Поэтому я тоже там пыталась как-то изучать и литературу, и себя в первую очередь, какие-то свои ресурсы, какие у меня есть сильные стороны, и, собственно, ресурсный менеджмент — это помогает понять. Мы там не разбираемся и не делаем разбор полетов с какими-то слабыми сторонами, мы работаем над сильными. Вот, чтобы они просто как бы превышали, да, вот эти вот какие-то гэпы, которые у тебя есть, потому что они есть у всех, это 100%. Звучит как очень крутая, очень сильная концепция, что делать акцент на развитии сильных сторон, а не на преодолении слабых. Устранить полностью слабые стороны — это, конечно, действительно задачка, которая не под силу никому, они все равно будут. А вот развивать сильные и делать упор на их реализацию — это вот прям очень-очень круто. И сейчас, когда я это сказала, я подумала, что на этом строятся многие сложные вещи. Например, реабилитация людей с тяжелыми душевными расстройствами, она тоже строится на этом. Когда мы не можем устранить какую-то действительно сложную проблему, давайте не будем пытаться, как говорит наша любимая Лариса Леонидовна, которая была у нас обоих преподавателем, бежать на движущийся пояс с криками «задавлю!», давайте попробуем выявить те стороны, которые действительно имеют смысл развития, на них опереться. Дэсит уже сказала про вот эту штуку, как про, ну, если я тебя правильно поняла, в некотором смысле даже один из принципов ресурсного менеджмента. Что там еще есть? Какие основные идеи? Ну, сложно, как бы, выделить, да, какую-то одну прям идею, либо несколько, потому что все зависит от бизнеса в любом случае, куда он движется, и что ставит перед собой, там, компания, допустим, в которой ты работаешь. Я бы поэтому тут, наверное, сразу ответила немножко на вопрос Иры, потому что видела, да, про HR и кто такой HR, и в чем, собственно, разница. Разница в том, что HR-бп — это человек, который все-таки знает больше, глубже бизнес-процессы, которые происходят в компании, и понимает, какие нужды у нее вот более, там, ну, именно со стороны бизнеса, со стороны цифр и всего такого. HR — это такой, ну, либо большой директор HR, либо маленький HR-директор такой, типа, там, который немного процессов на себе тащит, ну, такой молодец операционник. Вот, в любом случае он занимается вот как раз вот такими внутренними вещами, мотивацией, удержанием сотрудников, вот какими-то такими штуками. Поэтому, ну, как бы для меня лично, да, я бы сказала, что я для себя выделила как какие-то базовые вещи. Это все-таки не отдавить мнение других людей, с которыми ты работаешь. То есть у них у всех есть своя позиция, и ее нужно уметь принимать. То есть это максимально, я бы сказала, какие-то антисоветские принципы, которые у меня есть, потому что, опять же, то, с чем я столкнулась, там, на предыдущей работе, и сейчас — это две противоположности, и, как бы, я сейчас восполняю, да, то, чего мне не хватало. Круто. Уважать выбор других людей. То есть если сотрудник уходит, и какими-то, ну, человеческими силами ты не можешь его удержать, допустим, да, и предложить ему какие-то условия, возможно, получше, либо там другой проект, над которым он будет работать, чтобы ему было интереснее, или еще что-то, потому что бывают разные причины. То есть были люди, которые уходили по личным причинам, и, ну, я их понимала как человек. То есть не пытаться танцы с бубном вокруг него еще делать, типа, ах, эй, может, ты все-таки останешься, давай мы тебе там дадим, не знаю, плюс миллион денег, а ты только с нами посиди еще чуть-чуть. Нет. То есть нужно уметь где-то вовремя себя остановить. И не притягивать людей, которые, в принципе, не подходят по ценностям, по твоим. А если ты работаешь и чувствуешь себя лояльным сотрудником компании, значит, ты к ценностям компании. Нельзя притащить и привести классного человека, возможно, технически, да, и он будет суперкодером и программистом, и напишет миллион программ, и закончит 150 проектов, и будет офигенным, если он как человек не очень, мягко говоря. Потому что софт-часть не прошла. И, ну, я для себя где-то в приоритете все-таки поставила, когда занималась подбором персонала, софт-часть не техническую. Ну, то есть понятно, то, что где-то должен быть баланс, и техническую часть не я проверяю, это 100%. Но есть какие-то вот такие триггерочки, когда ты общаешься с человеком, ты их видишь и понимаешь, а нет, ну, типа, надолго мы сотрудничать не будем, денег мы потратим много для того, чтобы тебя и забрать в компанию, потому что, как бы, процесс наема сотрудников на самом деле дорогостоящий. Потому что это зарплата и рекрутера, и ресурсы оплачиваются, которые используются, типа, сайтов, и зарплата человеку, там, и бухгалтера, и, короче, там целая толпа людей, да, и большая сумма. А потом мы еще его уволим, потому что что-то пойдет не так, или он сам от нас уйдет, что, кстати, чаще всего происходит в таких ситуациях. И мы заново будем искать человека. Нет, нет, чувак, не получится. Поэтому, да, для меня, как бы, софт-часть все-таки это наиболее важно, и людей, с которыми ты работаешь. Это 100%, потому что ты работаешь с людьми, ты работаешь не с конкретными задачами чаще всего. То есть точно так же, как и психолог. Может быть, ситуация у человека интересная, а как человек, он для тебя будет абсолютно, да, там, отталкивающим, и все такое. За психологом всегда остается право не вести такого человека, если тебе некомфортно и неприятно. Потому что мы точно так же вкладываем свой внутренний ресурс, очень много сил, очень много энергии, и мы жертвуем, по сути, собой, своей, там, мотивацией. Ну, зачем? Это того не стоит. Так, придерусь к названию. Почему менеджмент ресурсный? О каких ресурсах идет речь? О человеческих? Ну, на самом деле, HR, да, Human Resources, то есть здесь про человеческие ресурсы. Мне не очень нравится, честно говоря, перевод, который вот получается, потому что Human Resources звучит как-то красиво, человеческие ресурсы, так и будто меня взяли, как, не знаю, уголь, закинули в печку куда-то, чтобы я работала. Да, жестоко и механистично. Да, мне тоже, честно, перевод очень не нравится, поэтому я формулировку все-таки англоязычную везде оставляю, потому что звучит красивее. Люди как ресурсы... Да, это звучит очень плохо. Ну, на самом деле, как бы мы все прекрасно знаем, с другой стороны, да, о том, что мы в какого-то рода все равно ресурсы. Причем, я бы сказала так, мы не ресурс, мы воплощение вот тех вот маленьких множества вот этих ресурсов, которые мы копим в себе. Для меня это звучит милее и звучит намного мощнее. То есть не ты такой один, реально, как угольочек, тебя куда-то кинули, и люди забрать тебя не могут, потому что без него там будет менее тепло. Вот. А все-таки ты такой прям мегамозг, ты воплощение там большого количества маленьких ресурсов, и, ну, ты реально очень силен в этом плане, поэтому... Но пользоваться этими условными ресурсами нужно научить человека. и я вот себя рассматриваю больше как там человека, который будет учить пользоваться вот этим, нежели пользоваться человеком самим, в котором я работаю. Услышала. Чего еще интересно? Вот, пожалуй, то, о чем ты чаще всего упоминала, это мотивация, когда говорила про сами задачи, которые решаются в рамках данных процессов. Мотивация, на самом деле, очень частый вопрос. Это то, что и мне задают как психологу-психотерапевту, который к организационной работе не имеет отношения. И вот, что ты видишь про всякие рабочие моменты, какие чаще всего возникают трудности в сфере мотивации, и, может быть, какие-то интересные находки по решению этих трудностей, потому что, разумеется, нельзя ставить вопрос боком, что не так с мотивацией, и что с этим делать, чтобы наверняка устранить проблему. Так как это иногда спрашивают ребята, которые никогда с этим не сталкивались, и считают, что вопрос можно задавать так, потому что на него так можно ответить. Когда психолог начинает с того, что, ну, конечно же, в такой формулировке, бла-бла-бла. Поэтому сразу перейдем к более такой ограниченной формулировке. Какие интересные находки были в плане улучшения в этой области? Ой, на самом деле, человеческая мотивация настолько просто разнообразна. Ну, то есть ты не найдешь там 10 человек, не посадишь их, у них будет несколько видов книжной мотивации. Типа, знаешь, у кого-то книжки, у кого-то внутренняя их просто потребность там, у кого-то желание быть замеченным, и все такое. Обычно это либо микс чего-то, либо что-то такое. Самое интересное для меня было вот как раз вот эти виды, потому что оно очень отличалось от там социальной психологии какой-нибудь книжной, которую мы учим в университете, где рассказывают о том, какие... там несколько недопор, потому что это немножко не так, прям, я бы сказала, совсем не так. Вот. И самое интересное, что чаще всего, то есть мотивация, это все-таки не... вот эти базовые потребности, да, там просто жить, выживать и там обеспечивать себя продуктами и что-то такое. очень часто для людей работа, это и есть их жизнь. И, по сути, здесь о мотивации и о работе, о том, как заставить себя работать. Значит, у человека нет вот энергии, возможно, нет, возможно, ресурсов каких-то для того, чтобы жить максимально продуктивно и активно. Поэтому я для себя вот открыла вот эти вот виды мотивации, которые я там для себя лично, да, сейчас как-то формулирую списочек, чтобы более-менее определять их. Вот. И самое интересное, что ты никогда не сменируешь человека на вот эти виды мотивации, только исключительно, когда ты с ним пообщаешься и будешь знать более-менее подробности, да, там, как он каждый день себя приблизительно ведет, как он реагирует на какие ситуации. Только тогда ты сможешь понять. То есть протестировать в принципе нереально. И в этом очень большая разница, опять же, от теории, которую мы там изучали. Да, да, да. Мы даже на собеседовании спросили, когда я приходила, собственно, в компанию, в которой сейчас работаю, меня спросили, ну, вот ты психолог, и это очень круто, то есть нам очень важно, чтобы человек был действительно психологом по образованию. Как ты думаешь, насколько практика и теория психологии совпадает вот с реальностью в целом? Я так задумалась, но я понимаю, что как бы вообще практически не совпадает, но я говорю, ну, где-то 70 на 30 процентов типа не совпадает. То есть 30 процентов действительно каких-то базовых вещей остается, 70 — это уже просто то, что ты в практике получишь, так она будет работать. Вот. Что еще про мотивацию? Про мотивацию, собственно, чтобы я хотела добавить. На то, как на нее можно влиять. Это тоже очень большое такое для меня открытие, потому что, в принципе, там, допустим, если у человека материальная мотивация, там, ты думаешь, да, и ты просто даешь ему больше денег. Интересный факт того, что это не сработает надолго. Через пару месяцев он вернется с такой же проблемой. И ты начинаешь копать глубже, в чем же все-таки дело, подержи зашло. Вот. А на самом деле там может лежать просто огромное количество проблем. Поэтому всегда нужно копать глубоко. Понятное дело, что тебе не нужно заниматься там, психотерапией на рабочем месте, когда ты организационный психолог, хотя, может, иногда и хочется прямо помочь там и все такое, как бы, но нет. Вся. И здесь тоже нужно удерживать вот этот баланс, то есть, когда ты уходишь в терапию уже человека и баланс, когда ты просто для него как медиатор, как ментор, ты просто ему помогаешь где-то справиться с собой и показываешь правильный путь, как можно подобраться вот к своим эмоциям, к своим потребностям. Поэтому для меня вот это, наверное, самое интересное было мотивацией и открытия такие, которые не... вот в теории вообще не встретила, к сожалению. Жизнь, которая гораздо интереснее, чем теория про эту жизнь. Чего еще я подумала? Что, наверное, какая-то часть людей, которая нас смотрит, работает на себя. Во-первых, сейчас самозанятость в принципе приобретает все большую и большую распространенность. Во-вторых, я сижу и думаю, слушай, я в конце концов тоже зритель. И как человек, который... Человек-фоб, могу спросить, что может быть, какие знания из ресурсного менеджмента могут быть полезны для человека, который сам себе компания? Угу. На самом деле, быть самым себе компанией прям вообще уровень, вот правда, ну то есть, если ты не просто, я тоже фоб, допустим, но я работаю в компании, как бы тут дело такое, да? Но когда ты сам себе компания, то есть ты и бухгалтер, и директор, и HR для себя одновременно, и сотрудник. и для меня это прям очень круто выглядит, как опыт. Мне вот прям всем советую попробовать когда-то, потому что ты можешь почувствовать каждую из этих ролей, и если ты вдруг попадешь потом в какую-то организацию, ты будешь прям на 360 градусов видеть, как, что работает. Круто, слушай, я так не думала. Ну вот, ты понимаешь мотивар там бухгалтера, почему он там себя так ведет, и почему иногда он психует, когда там кто-то не может правильно ему документы предоставить с сотого раза, ты начинаешь понимать, а, ну как бы да, я тоже вообще-то когда сам с собой работаю, не могу с первого раза себе документы нужные добыть. Ты понимаешь начальника, который требует больше денег, потому что ему там нужно себя, не знаю, кормить, да, просто запросов больше, чем у тебя там, когда ты сам на себя работаешь, но суть-то та же, и, соответственно, ты к себе тоже требовательно относишься, потому что тебе же нужны эти денежки, тебе надо на что-то жить, тебе там хочется попутешествовать, еще что-то. Тоже ты начинаешь немного по-другому просто смотреть. Понятное дело, что как бы никуда вот это отрицание, типа нежелание понять всех, оно не денется сразу, но понимание все-таки возникнет. И здесь вот очень как раз важно понимать основу вот этого ресурсного менеджмента для себя. Опять же, мы приходим к тому, что быть HR-ом самому себе, да, это очень сложно, потому что очень сложно найти себе ресурсы какие-то дополнительные каждый раз, когда ты себя видишь каждый день, ты с собой условно общаешься каждый день, ну, это правда тяжело. Это как, ну, тебе в любом случае нужна какая-то супервизия, как у психолога. То есть у психолога должен быть свой психолог, потому что ты не можешь самому себе вот так вот помогать. То же самое мы говорим про HR-ов, потому что, ну, у нас так получается, что в структуре, по сути, как бы у HR-ов нет своих HR-ов, то есть есть свои менеджеры какие-то, с которыми мы работаем, и мы такие, блин, как бы мы HR-ы, кто HR-ы для нас? И самый офигенный ответ, который я слышала, это когда моя команда говорит, не переживай, мы можем быть для тебя и HR-ами, и ты такой, блин, ну, вот это уровень и доверия, да, уровень какой-то помощи, взаимовыручки, это прям, ну, очень круто. Вот, поэтому из таких рекомендаций, которые бы я дала людям, которые работают исключительно на себя, это находить вот эту супервизию. Она может быть в друзьях, она может быть в специалистах, которые работают точно так же сами на себя. То есть это будет такой взаимопомощью, потому что когда ты работаешь сам на себя, вероятность того, что ты выгоришь, она значительно выше, нежели в компании, потому что в компании все-таки, ну, кто тогда находится, кто будет тебя поддерживать, пусть и не во всех. Вот, но когда ты работаешь сам на себя, это исключительно твое окружение. и ты не будешь так, скажем так, ты не будешь разделять свое рабочее время со своей личной жизнью так, как ты это делаешь, когда ты ходишь, например, в офис. Потому что у тебя есть восемь часов, допустим, условно, ну, обычно это чуть больше, но неважно, ты идешь в офис, отрабатываешь, и вот у тебя есть вот эта граница личной жизни, когда ты уходишь, и все, работа закончилась. Очень часто, когда ты ходишь на себя, эта граница, она стирается и заканчивается. Я это даже скажу сейчас вот по опыту удаленки, я как бы в компании, ну, мы все вроде как там в компании, но мы сидим и работаем удаленно, и, видимо, еще в ближайшее время там будем, скорее всего, так работать в связи, опять же, с карантином. И мы все себя прочувствовали, когда ты как будто ты сам на себя работаешь, просто с людьми. Вот, из-за вот этого размытия как раз границ. И я в такие моменты задумывалась, боже, как же живут фрилансеры или живут люди, которые работают сами на себя, и, ну, просто у них этих границ не было изначально. Поэтому, ну, это на самом деле очень сложный и серьезный вопрос, и я бы тут рекомендовала те, кто реально работает на себя, либо фрилансер, обращать на это внимание, потому что это та самая прослойка работников, которые сталкиваются с проблемой, типа, может быть, это не то, чем я бы хотел заниматься, то есть вот этот синдром самозванца их настигает значительно быстрее, чем тебя в компании. Угу. Слушай, прикольно. Ты вот прям сказала про это, я слышала, как эту же проблему обсуждала, точнее, упоминала Екатерина Шульман, которая нравится там мне и моим многим друзьям, которые этот подкаст смотрят. Марк говорила про то, что если ты самозанятый, то вроде как у тебя появляется гораздо больше свободного времени, ну, кажется, да, что его появляется больше, потому что ты сам управляешь своим графиком, но на самом деле ты там в 7 утра проснулся, уже лезешь считать, что тебе в почту написали, в 23 там засыпаешь, уже там пишешь кому-то еще какие-то ответы, думаешь, вот там сейчас они зайдут, прочитают завтра утром. То есть фактически ты одновременно и не работаешь, и работаешь все время. И я вот как человек-фоб, который действительно любит свою работу, вот я помню, какая у меня, ну, даже не то, что проблема возникала, а такая интересная специфическая трудность. Кстати, я не знаю, возникает ли это еще у других людей, но подозреваю, что да, и нередко. То есть ты с чем-то сталкиваешься с какими-то проблемами, скорее всего, еще там десятки людей сталкивались с этим же. Вот с этой темой, что вроде бы ты вообще не работаешь, ну, потому что ты как бы самозанятый, и ты там бесконечно просто болтаешься по жизни, делая то, что тебе приятно. Но в какой-то момент вот эта тема, что ты и в 7 утра, считай, уже должен чем-то заниматься, на какие-то сообщения отвечать, и в 23 у тебя еще голова планами забита, ты там что-то планируешь, там, окей, завтра утром встану, вот это, потом вот это, потом вот это. И в какой-то момент все-таки я обнаружила, что я могу от этого уставать, как ни странно, это было для меня удивлением. И когда я, ну, не знаю, рассердилась условно на какого-то человека, который там мне класснуло сообщение, когда я уже уставшая, и тот такой, что сообщение пришло, я так, да какого черта? И вот в этот момент мне стало стыдно за себя, что типа, ну, блин, ну, ты же фоб, ну, ты же любишь свою работу, да как ты можешь? Знаешь, вот эта вот невротическая фигня, которую тоже я не сразу заметила, что почему-то мне стыдно за то, что я устаю при таком режиме, хотя, казалось бы. Вот, слушай, вот если бы, вот ты сказала про то, что у фобовцев могут возникать характерные трудности, и им тоже нужна супервизия, с какими вопросами к тебе можно было бы обратиться? Вот если человек посмотрел, послушал, так, ну, да, вот бывает у меня порой. Вот с чем можно прийти к тебе и получить твою профессиональную помощь? Ну, тут вопрос, опять же, поиска каких-то внутренних ресурсов, и тот же тайм-менеджмент, и само-менеджмент. То есть, то, что касается, в принципе, менеджмента, вообще, это то, чем я, собственно, сейчас занимаюсь, и в направлении себя, в том числе, и в направлении других людей. Плюс мотивация и плюс определение, в принципе, да, каких-то профессионально значимых областей, которые у человека возникают, и может быть, он действительно задумался о том, что он хочет сменить направление, в котором он работает. То есть, изучение каких-то трудностей, тут я прям с удовольствием готова помочь, потому что, опять же, у Татьяны Александровны, наше прекрасное было написано, прошел бой, он уже молодец, и этот человек прям победитель, и я где-то себя научила, да, считать, и все-таки смирилась с этой мыслью о том, что если я это прошла, то я могу делиться этим, и во мне это тоже возрождает ресурс. Ну так, то есть, я это делаю, потому что меня это самодрайвит, меня это мотивирует, поэтому по вопросам ресурсов, по вопросам самоменеджмента, потому что, на самом деле, я понимаю, что это очень востребовано, что мы все работаем, и особенно сейчас, во время карантина, когда мы столкнулись практически все с тем, что мы, по сути, почти фопы, хоть мы там работаем куда-то, вот, то, ну как бы, тут я с удовольствием, на самом деле, и проконсультирую, и помогу, и протерапевтирую, если нужно. Отлично. Ну и что, вопрос из комментариев, которые нам задали, еще и написали, что если мимо цели, не стеснитесь игнорировать, на один ты уже ответила, а второй, какую позицию должен занимать HR в случае конфликтов, соглашаться с линией руководства, защищать сотрудника, или искать истину посередине, такой достаточно узкий вопрос, но я думаю, что точно имеет смысл его задать, потому что он интересный. Да, я немножко тогда написала, так, чтобы не оставляли без ответа, что все-таки это зависит от компании, и я была по обе стороны. Когда тебе приходится находиться на стороне руководства, на стороне компании, потому что изначально так построены процессы в компании, и, как ты понимаешь, долго я так не смогла, потому что, ну, то есть это где-то перечит моим внутренним ценностям, и вот здесь очень важная, в принципе, личность HR, которая работает. Нету такого правила, на какой стороне должен быть HR, исключительно вот какие-то внутренние установки, которые у него есть, плюс установки со стороны компании. Это будет зависеть от кучи факторов, типа там, количество сотрудников, кто руководитель, какая структура руководства и менеджмента высшего, там, звена в целом, то есть вот эти все моменты. Мы, собственно, с Ирой там где-то немножко понимаем друг друга, потому что мы в IT работаем, да, и вот эта тема как бы улавливается, и я могу сказать, что вот человек, который работает, занимает позицию HR, он должен быть посередине, и он должен уметь понимать и слышать вот эту суть проблемы, с которой он возникает, с которой он знакомится, которая возникает у сотрудников, с которыми он общается, потому что, если этого не будет происходить, и он просто будет, типа, сидеть такой, «Хэй, я не поддерживаю никого из вас, я просто тут сижу». Такое тоже может быть, и, ну, лучше, конечно, так, чем, типа, ну, ладно, я поддержу тебя, потому что ты более симпатичный, там, у тебя возникает. Ты мне нравишься, да. Да-да-да. Вот, в принципе, как бы HR, это такая третья, незаинтересованная, чаще всего, сторона должна быть в рамках бизнеса и в рамках, вот, интересов человека каких-то личных, потому что, в принципе, каждому движут какие-то интересы, и часто они не будут совпадать, естественно, с интересами компании и менеджеров, и это нормально. Вот, он занимает вот эту вот третью позицию, где он наблюдает за тем, что происходит, и он может задавать, как и психолог, наводящие вопросы, которые помогут, ну, он будет как медиатор в данной ситуации, пожалуй, но чаще всего, в принципе, HR должен занимать позицию вот этого медиатора. Опять же, в зависимости от компании бывает по-разному, бывает, приходится занимать позицию, когда ты отстаиваешь интересы компании. Иногда, когда конфликты, действительно, ну, бывают конфликты, тоже разные, бывает, человек неправ, бывает, компания неправа, бывают оба, оба неправы, как бы вообще базами смотрят, да, неправы, и ты такой, блин, как вообще? вот, вот, ну, самое тяжелое, это когда оба правы, и можно найти ту самую договоренность. да, да, и как бы обычно, как говорится, ищут компромисс, компромисс, чаще всего, это то, когда недовольны обе стороны, и надолго они, короче, не разойдутся с довольными лицами, поэтому согласна. Так что я придерживаюсь позиции, что HR посередине, и как бы он должен быть, ну, это должен быть действительно специалист, который умеет находить вот эту вот, точку соприкосновения, и умеет понять, чья правда, ну, действительно, более правдивая будет, масло-масляное у нас, нежели там другого. Если такое, такое тоже может быть, потому что интересы, на самом деле, очень часто, и юридического какого-то характера, и тут вот прикол в том, что ты должен быть подкован и юридически, и того же экзота, например, и психологически, потому что, если ты не будешь понимать, почему себя человек сейчас ведет вот так, то как бы, ну, что ты будешь делать? Ты просто будешь сидеть, действительно молча наблюдать, потому что ты не будешь знать, с какой стороны даже подойти, и как можно вмешаться в это все. Вот. Со стороны политик компании, которые, в принципе, применяются к человеку, может, компании нравится так себя вести по отношению к сотрудниками, и так положено, такое тоже бывает. Вот. Поэтому тут нужно очень много аспектов учитывать, и как бы, меня немножко в данном ключе расстраивает, что очень много людей, типа, идут в HR, потому что больше не находят своего места, и такие тоже, к сожалению, есть. Типа, они не знают, чем они хотят заниматься, а я буду HR-ом. Прикольно, что HR-ом просто сидят, болтают с людьми. Я знаю, в принципе, про психологов говорят. Прикольно, что они просто сидят, болтают, при этом денег получают много. Ну, к сожалению, это так не работает, ты тратишь очень много. Если ты действительно вникаешь в это и действительно хочешь быть тут специалистом, ты тратишь очень много внутренних ресурсов. Вот. И, ну, как бы, я предполагаю, что ситуацию, о которой писала Ира, допустим, скорее всего, это был, возможно, вот этот самый HR, который либо на стороне компании изначально, вот, либо формат компании, он старой закалки. Вот прям первоначально, когда эти компании только у нас там появлялись и начали их вот какое-то время, прям очень тысячных начало, да, там плодиться, маленьких-маленьких-маленьких компаний. Вот. Это из вот тех вот, потому что их уровень менеджмента очень редко действительно растет дальше. То есть, это единичные компании, которые смогли из себя вырастить что-то прям очень крутое. Либо же они оставались маленькими, но типа внутри, знаешь, там качество их работы росло и качество менеджмента тоже. В данной ситуации, ну, мне очень грустно, честно говоря, каждый раз читать такие истории, потому что я понимаю, что это не одна история такая. И, ну, как бы есть такая соцсеть инкидин, в которой очень много профессиональных контактов можно собрать и в которой, собственно, очень много историй, которыми делятся люди. Истории прям очень грустные, поэтому, ну, я понимаю, что здесь вот изначально проблема, возможно, в ходе, да, там, изначально заложена в ходе того, как ты становишься HR-ом, кто должен быть ним, какое, не знаю, образование, хотя оно сейчас не так много роли играет, к сожалению, опять же. Вот, поэтому вот эти моменты как бы стоит учитывать. Ну, в данной ситуации сложно сказать, опять же, там прям кто прав, кто нет, потому что это все очень индивидуально. Ну, есть вот эти вот лакмусовые бумажечки, индикаторы, по которым ты можешь определить, что будет дальше идти не так, просто понимая, какая компания и какие люди там работают. Если я тебя правильно понимаю, то конфликтолог, это тоже ты. Да, А вот, это 100%. Получается, какая у тебя система работы, то есть ты работаешь только на вот эту вот компанию и все, или кому-то можно обратиться к тебе, если у него возникнут вопросы. Скажем, представители других компаний могли бы нанять для того, чтобы ситуационно разрешить какой-то конфликт или нет. Фоповец мог бы обратиться для того, чтобы свои какие-то вопросы индивидуально решить или нет. Скажем, какой-нибудь начинающий HR или студент, который заканчивает обучение и понимает, что он хочет заниматься именно этим. Мог бы обратиться за супервизией, за поиском ответов на профессиональные вопросы или нет. Вот какой формат работы? Ну, я работаю, в принципе, там, как сначала, как официально штатный, там, сотрудник компании. Сейчас я уже замещена с фопом, просто потому, что политики компании, там, практически большинство сейчас компаний, на самом деле, работает с фопом, поскольку там немножко проще документально даже работать. Вот. Но, как бы, так как я еще параллельно занимаюсь все-таки психологической заставляющей, я отношу вот эти внешние консультации, всевозможные, вот эту внешнюю свою работу, внешнюю деятельность. Потому что, ну, мне очень важно себя поддерживать где-то в активном, таком бодром духе, чем-то заниматься постоянно. У меня такое, какое-то шило своеобразное, потому что мне хочется что-то постоянно делать. Вот. Поэтому в данной ситуации, как бы, это туда, более в частную, да, занятость, скажем так, отдельную, которая не касается компании, потому что, ну, есть какие-то политики, есть там, НДА, естественно, которые мы подписываем, там, неразглашение некоторых вещей, которые происходят, и это абсолютно нормально для каждой компании. Вот. Но, как бы, практически, да, там, вне работы, скажем так, я с удовольствием консультирую по таким вопросам, направляю, то есть, это вообще не проблема, и я этим очень люблю заниматься, тем более, опытерство, и на самом числе, у меня есть, и это то, что мне прям очень нравится. Круто. Ну что, в завершение скажи какое-нибудь послание зрителям, вот то, что тебе кажется важным донести до народа. Окей. Если вы чувствуете, что вы выгораете на своей работе, обратите внимание на себя, обратите внимание на свои потребности, которые у вас есть, потому что без этого, если вы не будете обращать внимание на себя, играть только думать о своей продуктивности, вам будет нехорошо и психически, и психически, и физиологически, поэтому я рекомендую просто, особенно в нынешнее время, чтобы как можно больше внимания люди направляли на себя, на свой ресурс, заботились о нем, обращались к специалистам, если чувствуют, что не могут себе помочь, не могут самопомощь, потому что очень часто, к сожалению, так и есть, нет времени, нет возможности, не хватает знаний, это тоже нормально, не обязательно быть с знайкой во всех местах, где только можно, вот, поэтому я желаю всем психологического здоровья и не выгорать эмоционально, не доводить себя до такого состояния, и как только есть какие-то такие маленькие шажочки, температура по палате возросла в этом плане, то обращаться к специалистам. Спасибо большое, как всегда, контакты будут в описании и под видео. Ну что, надеюсь, до новых встреч. Да, спасибо, пока, хорошего дня. Субтитры сделал DimaTorzok